Керують дуже цікавим шоу, что мает назву Wedding Club, тобто весильный клуб. Доброго вам ранку. Чему это разважальное шоу? Ну, по-перше, кто расскажет больше про Wedding Club, потому что для меня это совсем не разваги. Василия, это совсем не разваги. Это все серьезно и очень, обычно, дорого. Поэтому была идея, и возникла идея, чтобы это была не просто серьезная подготовка к мероприятию, а чтобы еще был позитив, интерес и определенный азарт. Потому что Wedding Club – это общество роскошных свадеб, и как наш девиз – это «сделай ставку на любовь». Соответственно, у нас будет азарт, а именно у нас будут, да простят меня зрители, такое слово, будет немного азартная игра, чтобы свадьба была не просто серьезным мероприятием, а более веселым. Что имеется в виду азартная игра? Возникла идея сделать что-то наподобие, как существующие два проекта. Один проект – это немецкий, это тоже игровое шоу, «My Man Can», ну и наш украинский, да. «Mi Moja». «Mi Moja» – это та программа, которая шла на 1 плюс 1 и пользовалась большой популярностью. Но идея ясна, но дабы не плагиатить, и все равно было интересно, мы сделали небольшой акцент и упор именно на свадебную тематику. В чем смысл свадебной тематики? Во-первых, что будет приз свадебный, а так как мы представительницы свадебной индустрии. А второй момент – то, что мужчины будут выполнять задания, которые касаются не только общие такие задания, насколько он сильный, либо насколько он умный, а еще что он знает, например, о свадьбе. Вот здесь могут быть мужчины. Что он знает про властное, Василия, на каком будущее? Как зовут невесту для начала? Что он знает про дружину, что он знает вообще эту женщину, с которой он собирается удружиться. Фамилия ее, день рождения тещи, почему бы нет, видите, прям сразу рождаются задания. Значит, мают право брать участь только те, кто собирается удружиться. Кстати, на данный момент, да, у нас вот так и задумывалось, что принимают участие те, кто собирается стать молодоженами. Но Ира не даст соврать, что есть много обращений уже женатых людей, которые пишут, ну а как же мы, как же мы? И мы видим такую тенденцию, что люди готовы участвовать не ради подарка, а ради того, чтобы получить эмоции. Ради участия. Да, это как, вот мы тоже с Ирой проводим параллели, есть такое понятие, как квест-румы, да, туда ходят для чего? Не для того, чтобы действительно выбраться из этой комнаты, а для того, чтобы получить эмоции, попробовать себя, испытать свои, может быть, даже нервы, и в итоге получить заряд позитива. Вот здесь тоже люди готовы, потому что мы пишем, а что же мы вам дадим, так как вы уже женаты? Они говорят, а ничего нам не надо. У меня была семейная пара, которая больше 35 лет в браке уже, у них дети, взрослые. Мне пишет женщина, говорит, господи, я смотрю на свои старые фотографии и смотрю на современные, я так хочу свадьбу, я так хочу, говорит, мне фотографию в ЗАГСе, я хочу красивое видео, хочу красивое фото, я просто хочу участвовать. Дети у меня уже выросли, я могу уделить время себе, я теперь уже, когда буду организовать свою свадьбу, у меня уже есть время, это уже интересно, будет столько времени занимать, потому что дети уже выросли, дети помогают, дочки советуют. Я пытаюсь тоже, так что, напротив помощь. Поэтому, начав, конечно, этот проект, начав это шоу, делать, узнавать, искать людей, искать пары, мы действительно думали, что это будут только молодожены. Потому что, когда они приходят, обращаются к нам, они немножко перепуганы, не всего боятся, многого не знают. И в рамках этого шоу мы привлекаем визажистов, мы привлекаем парикмахеров, фото, видеооператоров, то есть мы привлекаем большую часть специалистов свадебной индустрии для того, чтобы невесты, которые участвуют, так же самое, которые не участвуют, которые хотят участвовать, или невесты, которые собираться выйти замуж, могли наглядно увидеть. Визаж, макияж, платье, качество фото, качество видео, качество декора, качество ведения мероприятия, потому что это мероприятие достаточно масштабное, потому что очень много людей задействовано. Как все будет происходить с самого начала? Нужно заявку куда-то оставить? Да, куда-то. Это очень важно. Для начала нужно найти нашу группу, официальную группу в социальной сети ВКонтакте. Мы называемся Wedding Club в Запорожье. Там можно написать администраторам группы, в графе ВКонтакте, в графе администрации будет выслана форма для заполнения. То есть для начала участники заявляют о себе. Потом мы изучаем эти формы, изучаем анкеты, ну и, соответственно, уже говорим, кто в какую игру попадает. Вот здесь момент, что значит, кто в какую игру. Согласно нашим планам, игры будут проводиться раз в месяц. В каждой игре будет участвовать по три пары, хотя, глядя на тот ажиотаж, который вот на данный момент создается, может и по четыре пары. А там, ну, все-таки мы пока придерживаемся тенденции трех пар. Ну и, соответственно, потом мы связываемся с парами после принятия анкет. Мы с парами встречаемся, встречаемся для того, чтобы познакомиться, и встречаемся еще, внимание, для такого важного момента, чтобы подобрать образ участницам. Потому что у нас, как Ира однажды сказала, мне понравилась эта мысль, что участницы будут не в джинсах сидеть, а это все-таки будет все красиво, да, девушки будут в нарядных платьях. У нас есть наш дизайнер, который предоставляет нам платье, вот в рамках шоу Татьяна Шевченко. У нее около 60 моделей платьев, поэтому вот 60 участниц, да, мы приймем. То есть можно будет мало того, чтобы позмагаться, трехи познущаться со своего человека, майбутнего, або уже долго, как человек. Так что и можно до того будет поносить платья от дизайнера. Ну, можно, да, красивый образ. То есть подбирается образ, после того... Ну, по крайней мере, планируется, да, да. После того, как происходит сама игра, где происходит, как... Место проведения мы вначале одно придумали, но сейчас, глядя вот на такой интерес со стороны публики, мы с Ирой сейчас разрабатываем план, поэтому место... То есть это будет место, какое-то выозначенное место, да, куда приходят пары еще и... Да, да, да. А туда будут приходить пары, кстати, кроме платья еще будет же бейзаж и прическа, да, то есть все нарядное и красивое. Это такая ремарка для заинтересовавшихся. Вот, приходят, ну, в то место, которое мы определим, девушки сидят за столом, ну, вот как в мисс, может, да, девушки за столом общаются с ведущей, делают ставки на своих мужчин, то есть, например, там, сколько ваш мужчина сможет забить гвоздей за одну минуту. Ну, и девушки начнут, там, мой один, мой два, мой десять, вот, ну, и в итоге чья-то ставка сыграла, в итоге мужчина забивает эти гвозди. Я сразу скажу, что это сейчас просто как пример, да, как иллюстрация, это не задание, это не задание. Вот, ну, и потом смотрим, если мужчина справился, отлично, вот вам все баллы и все бонусы, да, вы на шаг ближе к победе. Если ваш мужчина не справился, то ваши баллы и бонусы, возможно, раздаются участницам другим. Это своеобразное казино, где могут участвовать женщины и делать ставки на своих мужчин. Заодно и узнают, потому что, когда люди встретились, влюбились, ну, редко узнается, умеет ли он гвоздь забить, умеет ли он колесо на автомобиле поменять, или умеет ли он, ну, что-либо взять, перенять ребенка, что-нибудь в таком формате сделать. Поэтому пусть посмотрят, с кем ты живешь, с кем все же мучают. Кстати, про ребенка, вот Ира, как сказала, да, у нас есть даже целая рубрика, вот у нас разные рубрики идут, что касается будущего отцовства. Поэтому девушки посмотрят, а мужчины узнают, что ребенок – это не только тот, который там… Он на тебя схожий. Да, да. Или можно его попросить, он принесет пульт, но это еще и определенная работа. Ну, и также может прийти будь-хто, збажающих просто подивиться на все действие. Да, на данный момент мы планируем, что вход свободный, участие бесплатно, то есть приходите, смотрите, поддерживайте. Портфолио, кстати, да, фотографы, видеографы у нас будут также работать над этим игровым шоу, то есть потом можно участникам получить красивое портфолио и видео, а тем, кто заинтересуется, могут посмотреть, узнать, как это было, и решить для себя, сможем ли человек, или не сможем, да, да, после таких коварных планов. Девчонки, когда стартует все? Вот как мало часу залишилось? Стартует это все 5 июля, то есть это уже очень-очень скоро, да. Напоминаем, что это будет проходить каждый месяц, вот, мы хотим каждый месяц дарить людям радость, улыбки и вовлекать их в азарт, который непременно будет там. Место, которое проведение, мы еще на сегодняшний день выбираем, потому что так же самое, когда узнали об этом шоу, нам очень много предложений поступает, где именно провести. Очень многие предлагают сотрудничество, и мы хотим, мы везде, и боимся немножко не успеть, но все равно, все должно быть замечательно, все будет 5 июля, где это все будет проходить, мы заранее, да, проинформируем, да, поэтому... Поэтому, но заявки, которые, заявки мы принимаем уже сейчас, как на июль, на август, на сентябрь, на октябрь, без разницы как, то есть анкеты можно сбрасывать, можно заполнять, можно с нами связываться, если кто-то не успеет в июле, после июля, август, сентябрь, октябрь, поэтому мы рады видеть абсолютно всех. Сколько сегодня в ЖИЕ заявок? Сколько у нас, наверное, где-то 10. В ЖИЕ 10 пар? Да, то есть нам надо 3 пары, а у нас уже где-то 10 заявок, да. Может таки, будет еще комусь відмовлять в участии? Ну, мы просматриваем анкеты, которые уже поступили, мы будем вот уже 21 числа, у нас будет определение, кто в первой игре, и мы будем ребятам предлагать просто следующим, мы смотрим по дате еще планированной моей свадьбы, да, то есть свадьба в июле, например, мы им в августе не предложим участвовать, да, смысл, не, смысл-то есть, конечно, ну, о себе заявить. Да, но уже не тот смысл. Вот, поэтому мы хотим, чтобы по дате свадьбы смотреть, и будем предлагать следующим ребятам там следующие даты, ну, в общем, не так, что вот мы сказали, вот будет так, хочется вступать в диалог и делать, чтобы было удобно всем, и свадебным специалистам, и потенциальным участникам. Возможно, все-таки увеличим количество пар. До 4. А вы будете проводить каждого тижня, я же чувствую, что до этого уже иду. Ну, так как приз стоит участия, конечно, каждую неделю проблематично делать, потому что мы не будем успевать выполнять заказы. Да, да, то есть, что вам помню. Все-таки, несмотря на то, что это делается в подарок, а в подарок идет декор свадебной регистрации, идет сопровождение ведущей и музыкальное оформление, мы не хотим просто сделать подарок, дабы просто его подарить. Мы хотим людям подарить праздник, то есть то, чем мы занимаемся каждый день, мы так же сам и стараемся сделать это все профессионально, для того, чтобы каждому человеку уделить время, несмотря на то, что это будет им сделано в подарок абсолютно бесплатно. Поэтому мы требуем какого-то времени. Поэтому не хочется конвейера, а то будем штамповать эти подарки. Хочется, чтобы была какая-то индивидуальность, не какая-то, а действительно индивидуальность. Поэтому всех, кто желает и кто планирует выходить замуж, кто планирует жениться, ну, в данном шоу, наверное, выходить замуж, то, пожалуйста, ищите, пишите. Мы всех приглашаем. И вот, в частности, если вдруг вы... И если что, я думаю, в меня будет блат. Конечно, конечно, мы вас посадим посрединке, чтобы вас лучше снимали и фотографировали. А вот в остальном, ну, хочется честности. Дуже сподіваюсь, что, действительно, все выйдет. И чоловики не разчаруют, після гри не распадеться запланованный шлюб. Очень, очень надеюсь. И, взагалі, дякуємо за то, что вы делаете, за то, что змушаете людей перевіряти, ну, в першу чергу, себе, свои почуття и отримувати позитивные эмоции от жизни. Дякуємо, дякуємо. И бажаем найкращего усього. Переходим до черговой рубрики. Это корисные поради про то, как не схибать у отчинка с Турцией. Дізнавайтеся, вид, да...